В любом случае, когда вы будете CEO, скорее всего вы отчасти будете управленцем и здесь уже будете выполнять как раз таки вот функции, которые я здесь перечислил. Управленец – это лидер, это менеджер, это стратег, глава back-office, первое лицо и тот самый буфер, о котором я изначально говорил. То есть вот это вот главные такие управленческие элементы и роли, которые вы можете выполнять. И здесь я расскажу, что это такое и какие вам нужно иметь скиллы, чему вам нужно научиться, чтобы качественно выполнять управленческую функцию. Для начала нужно понимать, что такое лидерство в принципе. Лидерство в базовом таком понимании, есть много определений, но которые ближе всего мне – это получение поддержки для достижения целей. Поддержки от людей, организации, различные совершенно, материальные, нематериальные, какой угодно. То есть человек, вокруг которого формируется такое определенное поле, которое его поддерживает и помогает достигать определенных целей. Причем как этому человеку, так и всем людям, которые вместе с ним двигаются. Вот это и есть процесс вот этой получения поддержки, это лидерство. И есть много разных типологий лидерства. Мы здесь 2 типологии рассмотрим. Первое очень простое – это харизматическое лидерство, экспертное лидерство. Вот, например, когда вы являетесь просто носителем уникальных знаний, технологических или знаний маркетинговых, знаний рынка, то, чего вообще мало кто знает и в вашей организации вообще никто не знает. И вы являетесь лидером, потому что вы лучше всего в этом разбираетесь. Все понимают, что вот ваше слово уж точно будет с большой вероятностью более правильное, чем слово кого угодно в вашей конкретной области. И вы лидируете именно на этом. При этом вы можете быть интровертом, можете быть совершенно, общаться, не очень понимать вообще как, да, вот, но вы будете лидером, как такой сумасшедший, возможно, ученый, например, да, вот как пример, да, ученый, который лидирует определенную группу ученых. Он может быть очень закрытым в лаборатории, своей сидящим и так далее, но он лидер группы людей. Вот, это экспертный лидер. Также это может быть открытый человек, допустим, эксперт в публичных выступлениях, а команда занимается обучением публичным выступлением. Один человек, вот прямо самый главный, который лучше всех разбирается, что же такое публичное выступление. Это будет абсолютно открытый, абсолютно харизматичный, но тем не менее экспертный лидер, потому что экспертиза здесь более важна. А есть харизматическое лидерство, когда человек не обязательно является экспертом в своей области, он как раз таки может получать поддержку различными другими способами. Он знает, как делать грамотное управление, как правильно ставить цели, как понимать, а что нужно вообще всем людям, которые его окружают в команде и вне команды, как помогать всем достигать как общие цели, так и своих личных частных целей и так далее. То есть это как вот такой вот действительно открытый, яркий, харизматичный человек, который ведет за собой команду. Мотор. Ты почистил мотор, да? Да, да. А ты себя к какой категории относишь? Бывало очень по-разному на самом деле. Изначально, допустим, да, когда я начинал первую компанию, я лучше всего разбирался, во-первых, технологии беспилотников, во-вторых, в рынке. То есть ребят, которые ко мне присоединялись, я обучал тому, как строить дроны, как общаться с заказчиками, что заказчикам нужно, как объяснять вообще и так далее. То есть я был владельцем всех процессов, как технических, так и не технических внутри бизнеса, который я спроектировал в голове и начал развивать. Изначально это было экспертное лидерство. Потом, возможно, харизматическое тоже в каком-то виде участвовал. То есть очень по-разному. Вот. И дальше второй тип, вторая типология я взял по профессору Парыгину. Она такая достаточно простая и дает понять, какие еще могут быть детали. Допустим, по содержанию лидерства человек может быть вдохновителем либо организатором. То есть вдохновитель это тот, который как раз таки делает планы, формирует цели, идеи, общее какое-то начало. И очень часто вдохновитель на старте компании бывает очень эффективным лидером. Организатор это тот, который уже использует созданный план действий, созданная направленность и грамотно делает менеджмент, чтобы все выполнилось, чтобы все было качественно, четко, обязательства все выполнялись и все было гладко. Бывает смешанный лидер, когда человек по содержанию своего лидерства, то так, то так, то так, то так применяет его. По стилю лидерства авторитарный и демократический. То есть авторитарный это когда очень четко человек сам выставляет цели, сам говорит, что делать, как это делать, кто должен это делать и сколько времени у него это должно занять. То есть такая небольшая диктатура. Вроде как бы звучит не очень, но на самом деле эффективность телеуправления, потому что он, у него плюсы по сравнению с демократическим типом в скорости реакции. Да, вот это как раз хотел. Скорость реакции организации намного выше, то есть не каких-то конкретных элементов, а всей организации. Реакция на изменение рынка, реакция на сложные какие-то определенные ситуации. То есть организация очень может четко перестроиться, если один человек решает, как что делать, его все слушаются, она может перестроиться буквально за неделю и начать по-другому работать. Если мы используем демократический стиль, то нужно выслушать каждого человека, не высказывать очень жестко мнений, не проставлять прямо очень четко какие-то, то есть вот это вот кнут и пряник, да, применять нам все много. Согласны, вот. Сначала все не согласны, потом как раз таки демократическое управление делает так, чтобы все пришли к единому мнению. Он не говорит свое какое-то мнение, он помогает группе вырулить мнение группы. То есть есть управление групповой динамикой, когда мы, допустим, делаем совещание и очень грамотно спрашиваем разных людей, даем слово, допустим, видим, что кто-то сидит и, ну, является просто закрытым человеком и не высказывает свое мнение, да, на совещании. Просто человеку это некомфортно. Этот человек может совершенно не разделить то, к чему мы в итоге пришли, как вроде бы команда, он поучаствовал, но по факту он свое мнение не высказал. И потом не двигаться в этом направлении, потому что внутренне он, ну, не думает, что это стоит вообще делать. Хотя формально присутствовал на совещании, вроде бы как все вместе пришли к этому мнению. Такого человека нужно спросить отдельно. Ну, это один, одна, допустим, из таких фишек демократического стиля управления и лидерства, да, когда мы просто спрашиваем, Иван Иванович, а что вы думаете по этому поводу, да, потому что пока Иван Ивановича не спросишь, он ничего не скажет. А спросишь, он скажет, что я думаю, что, господа, это вообще никогда не будет работать и выдаст 10 причин, и они действительно будут ценными, и мы, может быть, скорректируем мнение. Вот, то есть демократический стиль, он медленный, при этом он намного более креативно, такой креатив драйвит в компании, да, когда все думают, как двигаться к цели, там действительно могут более эффективные пути какие-то приводить и так далее, да. И есть также по характеру лидерства отделения на универсального и ситуативного. Универсальный это человек, который использует свои лидерские качества всегда, абсолютно, и ситуативно, это когда человек иногда становится в позицию лидера, использует свои качества, иногда не использует. Ну, здесь по-разному тоже бывает. Вот, соответственно, такая есть типология лидерства, и здесь нужно понимать, что на разных стадиях развития организации, в разных корпоративных культурах стоит применять разные стили, и здесь либо, если вы являетесь гибким человеком и можете действительно от души применять разные стили лидерства, тогда, да, вы можете гибко выбирать, допустим, области, в которых вам стоит применять свое лидерство и быть CEO. Если вы понимаете, что вы очень четко, допустим, вот точно уж авторитарный лидер, который является авторитарным вдохновителем, и вам, ну, наверное, не нужно тогда идти на позицию CEO в группу, допустим, в компанию, которая состоит из художников, которые производят какие-то картины, вот, делают это креативно, по-новому и так далее, да, вы можете своим авторитарным стилем просто весь креатив этих художников убить и сделать из них, из художников, работников цеха, вот. Да, скорее всего, они просто все разбегутся. Да. Или развалить просто компанию. Соответственно, нужно здесь понять себя и понимать, где себя применять, где себя не применять. Вот для этого нужно разбираться в типах лидерства.